МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – «Слово о полку Игореве. История, сюжет и герой». Этот замечательный памятник древнерусской литературы повествует о походе русского князя Наполовцев и обычно датируется 1187-1188 годами. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Загадка слова о полку Игореве. Почему автор героем своего творения сделал неизвестного князя с его неудачным походом? Второй. Версии исследователей Рыбакова и Лихачева. Третий. Свидетельство о походе Игоря в епатьевской летописи. Четвертый. Сравнительный анализ оценки событий в слове и в епатьевской летописи. Пятый. Образ князя Игоря. Шестой. Отражение христианско-языческого двоеверия в летописи. Седьмой. Многогранность таланта автора слова. «Жемчужина древней русской литературы». Слово о полку Игореве «Жемчужина древней русской литературы». В этом произведении рассказывается о неудачном походе новгородского князя Игоря и его брата Всеволода против половцев в 1185 году. Сначала русские разбили половцев, но потом огромное половецкое войско разгромило дружину Игоря, а князей половца захватили в плен. «Черна земля под копытами, Костыми засеяна и кровью полита, Горем зашли они на русской земле». Слово о полку Игореве переведено на современный русский язык множество раз. Эти переводы очень интересно читать. «Почти в каждом из них можно отыскать нечто новое, незамеченные прежде нюансы древнего текста, свежо и достоверно истолкованные темные места». К тому же переводы – это воплощение связи времен и преемственности искусства. В них можно видеть особенности художественного мышления людей определенной эпохи, своеобразие таланта каждого переводчика. Слово «живое» обращение автора к своим современникам – это язык, полный мысли и музыки, запечатлевший и дух времени, и интонации автора, и его собственный речевой портрет, и нравственный облик людей того времени. Особенности древней орфографии Как звучала древнерусская речь, доподлинно и точно не знает никто. Но древняя орфография ближе, чем нынешняя, передавала произношение. Будем следовать за нею. Начнем с заглавия. Надо объяснить странное написание. Слово о полку Игореве. Буква «ер» обозначала короткий, безударный гласный. Ученые его называют редуцированным, сокращенным. Это не «о» и не «а», и вообще не полный гласный, а скорее мелькнувшая тень его. Она особенно стремительна, когда попадает в сочетание с плавным «л» или раскатистым русским. На это и указывает перестановка букв. В последующем тексте вы увидите много подобных написаний. Волки, персты, молнии, болван, идол, черебленные, розово-красного цвета. Ер и ерь. В древности ер и ерь были в азбуке важными фигурами и употреблялись чаще всех иных букв. Это теперь их называют твердым и мягким знаками, считая, что их дело лишь указывать на твердость и мягкость предшествующих согласных. А прежде они обозначали целую семью летучих звуков, мгновенных и таинственных. В заглавии они встречаются в середине слов «Полку», «Святославля», «Ольгова». Далее они вам будут попадаться наиболее часто в окончаниях. «Трудных», «Влеком», «Орлом», «Почнем», «Повесть», «Ум». При этом даже в своем концевом положении они не ограничиваются лишь обозначением мягкости или твердости предшествующих согласных, а и придают им протяженность, долготу. Знатоки древнего языка полагают, что редуцированные звуки в чтении стихов и в пении становились полновеснее, приближались к гласным и тем создавали особую плавность. Тайны искусства По мере чтения текст расшифровывается все свободнее. Но возникают иные трудности, зависящие не от древности произведения, а по другой причине. Все величайшие творения искусства загадочны. Читающее человечество не устает размышлять и спорить о них. Чем глубже читатели и специалисты-исследователи постигали слово о полку Игореве, тем достовернее объясняли темные места, чем точнее комментировали, тем больше возникало и новых вопросов. Среди них один вопрос ставили и ставят, кажется, все, кто вдумывается в это произведение. Впервые сформулировал его Пушкин. Слово сильно интересовало его. В 1836 году он начал подготовку к переводу, писал обстоятельные комментарии, рассматривая строку за строкой. Загадка слова о полку Игореве. Вот здесь и прозвучал тот вопрос, что до ныне побуждает к размышлениям и остается без общепризнанного ответа. В самом деле, кто, кроме самого автора, мог бы сказать, почему героем своего творения он сделал неизвестного князя с его неудачным походом. И почему темой своего произведения он избрал не победу, их было много в истории сражений русских дружин с половцами, а безрассудный поход против превосходящих сил кочевников, который закончился страшным поражением. Погибло почти все войско. Князья-полководцы попали в плен. Половцам были открыты ворота на Русь. Точного и окончательного ответа на такие вопросы нет, да и быть не может. В процессе творчества не все объяснимо и для самого художника. Тем более для читателей, задающих свои вопросы через восемь веков после событий, но предположения вполне правомерны. И они неоднократно высказывались. Наиболее убедительно обоснованы и признаны две точки зрения, принадлежащие крупнейшим современным специалистам по культуре Древней Руси, академиками Рыбакову и Лихачеву. Точка зрения Рыбакова Рыбаков в книге «Слово о полку Игореве» и его «Современники» утверждал, что произведение было создано не для того, чтобы показать неудачный поход малоизвестного князя, а чтобы на этом примере убедить князей объединяться против общего врага – монгола-татаров. Итоговое мнение академика Рыбакова. Автор слова рассказал о походе Игоря, «Чтобы обличить княжьи распри, вражду, и призвать князей к спасительному единству в обороне русской земли». А оборонять ее можно было только совместными дружными усилиями, поскольку уже и в те времена русская земля была очень обширна. Целое столетие, то затухая, то вновь разгораясь, шли междоусобные войны. Они несли смерть, страдания, ожесточения, но, мало того, междоусобицы разрушали оборону русской земли от набегов кочевников. Объединенное войско, составленное из дружин большинства княжеств, было бы способно противостоять вторжениям и предупреждать их. Поэтому особенно важными были отношения между русскими князьями, опирающиеся на дружбу, единство их предков. Позиция Лихачева. Лихачев в книге «Великое наследие» рассматривает вопрос о теме слова в связи с анализом его художественной природы, в частности, средств художественного обобщения, которыми располагал средневековый писатель. В древнерусской литературе был присущ историзм. Она рассказывала именно об исторических событиях, только что случившихся или давних. Главные ее герои – это исторические деятели. Свои обобщения она строила на основе исторических фактов, а обобщенно вымышленных героев почти не знала. Литература в лучших своих произведениях стремилась к разрешению важных задач народной жизни. Кратко изложенные здесь мнения сходны в понимании патриотической цели, к которой стремился автор слова. Но есть между ними и существенная разница. Одна принадлежит историку Рыбакову, которая сквозь призму слова смотрит на явления общественной жизни. Другая – филологу, который анализирует художественные закономерности, проявившиеся в слове, и в них находит отражение времени. Обе позиции необходимо помнить в работе над произведением. Читательские наблюдения. Но мы уже начали собственные читательские наблюдения. Продолжим их. А для этого отойдем ненадолго от текста слова. И попробуем расширить область наблюдения. Представить себе, как мог выглядеть князь Игорь в сознании другого писателя, современника, того гения, что создал слово. Есть такая счастливая возможность. История Игорева похода отразилась и в русском летописании. Правда, полагают, что произошло это после появления слова о полку Игореве и под его влиянием. Но если даже и так, то летописец всегда вносит что-то свое в осмысление и изображение событий, какими бы источниками он не пользовался. Свидетельство Ипатьевской летописи. Обратимся к Ипатьевской летописи, где содержится подробный, увлекательно написанный рассказ об Игоре, его политике и походах. Вот как летописец изображает поведение Игоря в момент, когда Святослав Киевский прислал гонца, чтобы позвать Новгород-Северскую дружину выступить вместе со всеми против наступающего войска хана Кончака. Здесь все изложено обстоятельно, со многими драгоценными деталями, которые сохранены преданием или домысленные летописцам на основе известных ему фактов. «Не дай Бог, — сказал Игорь перед общим походом князей, — отказаться от похода на поганных. Поганные — всем нам общий враг». Но дружина, с которой он стал советоваться, какой дорогой лучше идти, заявила, что успеть никак нельзя. «Князь наш, не сможешь ты перелететь, как птица». Игорю не по душе пришлись эти слова, и уж хотел он ехать, но помешала распутиться. Плохая, размытая дождями дорога. Сходство в оценке событий В изображении похода, в оценке событий, ипатевская летопись зачастую близка к слову. Но в слове совсем по-иному создается изображение. Летопись сильна неторопливостью, детальностью, изобразительной наглядностью повествования. Слово стремительностью мысли, проникнутой авторским переживанием, силой образов, необычайно широких и возникающих, словно бы мгновенно, в неостановимом движении ритма. Например, первое сражение в пяток, в пятницу, когда Игоревы воины одержали победу. Летопись рисует так, что ясно видишь расстановку русских и половецких сил. Тактику битвы с той и другой стороны слышишь решительные речи Игоря, разумные доводы племянника его, князя Святослава. Но и в летописи, и в слове эта легкая победа кажется предвестником беды. Вообще поражает сходство взглядов и настроений авторов двух произведений. Оба они рисуют людей и события преимущественно с нравственной точки зрения. Оба сурово осуждают Игоря за его безрассудство. Но ощущаешь стремление авторов что-либо смягчить, приукрасить. Их сочувствие Игорю, кажется, не смягчает, а подчеркивает его вину. Русичи и половцы. Отношения русичей и половцев, тюркоязычного кочевого племени, не сводились к вражде. С половцами торговали, заключали союзы. Немало русских низей брали в жены половчанок. Половчанкой была бабка Игоря, жена Олега Святославича. В плену сын Игоря, Владимир, взял в жены дочь половецкого хана Кончака. Не сразу понимаешь, но потом удивляешься точности того, что сказал Святослав, мысленно обращаясь к Игорю и Всеволоду. Нечестно одолеете, нечестно ба кровь поганую прелияете. Нечестно здесь дается в первом его значении, без чести для себя. В самом деле, разве одно и то же – выступать навстречу половцам, идущим сжечь и грабить Русь? Или отправляться в половецкую степь за добычей, грабить беззащитные шатры, кибитки? А именно на это и надеялись братья Игорь и Всеволод в последнем своем походе. «Горестно и непримиримо» звучит голос поэта, который ясно видит, что Игорь в поход и подобные действия других князей плодят ложь, тщеславие, стяжательство, губят единство в защите Родины. Отношение автора к своим героям. Но если здесь поставить точку, полагая, что достаточно ясно, как автор слова относится к своим героям, то это не будет ни полной правдой, ни даже ее половиной. Тем более, что правда на части не делится. Текст слова о полку Игореве, да и летописной повести, сопротивляется такой трактовке. И чем больше вчитываешься, тем яснее видишь, что дело художника к обличению или оправданию не сводится. Все отчетливо и чувствуешь, как растет фигура среднего князя. Как он становится привлекательнее и значительнее. Игорь – братолюбив. Он любит Всеволода и жизнью готов пожертвовать ради его спасения. Тема рода семьи поворачивается в слове «новой стороной», когда в размышления автора о бедах русской земли, о разрушении исконного единства, врывается голос Ярославны. Ярославна. Ярославна – жена князя Игоря, дочь галецкого князя Ярослава Владимировича Асмамысла. Обширное галическое княжество на юге-западе Руси было богатым и могущественным. Ярослав отличался дипломатической мудростью. Отсюда просвеща «осмомысл» – умный за восьмерых. Широкими связями с европейскими государствами, гостеприимством. Жанр плача – традиционная фольклория, сразу приобщают слушателя и читателя к общенародной духовной жизни. И помыслы, настроения, выразившиеся в плаче, воспринимаются как свойственные всем женам и матерям воинов. В этом широчайшем обобщении не растворяется, а проступает удивительно живо. Нам понятны ее чувства, ее тоска, боль, любовь. Мы ощущаем чудодейственную, животворную силу ее заклинания, обращаемого к ветру, Днепру, солнцу. Плач Ярославны освещает по-новому и самого Игоря, поднимает его в наших глазах. Жизненная сложность и противоречивость образа князя Игоря. Итак, этот безрассудный князь, обуреваемый жаждой славы, ищущий богатой добычи с точки зрения автора слова, идет в степь за землю русскую воевать. Накапливая и обдумывая эти и многие подобные наблюдения, мы можем задуматься и над тем, как давно, еще в XII веке, в русскую литературу пришел герой, наделенный реальной жизненной сложностью и противоречивостью, несводимый к оценке со знаком «плюс» или «минус». И это вызывает особенный интерес. Автор слова не создает образ положительного или отрицательного героя, как это было принято в литературе последующего периода, а дает абсолютно реального человека со всеми его плюсами и минусами. И еще одна мысль приходит в голову. Может быть, секрет обращения автора слова к истории князя Игоря еще и в том, что этот человек меняющийся, находящийся в движении, становлении. Конечно, изображение человека в процессе его духовного развития, достижение литературы XIX века, но гений любой эпохи умеет смотреть далеко вперед. Прозрение. Прозрение князя Игоря оплачено страшной ценой, но благо уже то, что оно наступает. Он бежит из плена, словно бы откликаясь на зов родной земли, прозвучавший в плаче заклинаний Ярославной. Автор ничего не говорит о намерениях князя. Мы узнаем только, что он спешит в Киев к великому князю Святославу. Он идет в храм Богородицы Пирогощей, защитницы пленных, уведенных в рабство. Это открытый финал, который станет характерным для русской классики XIX века. Автор вдруг прощается со своими героями, ничего не говоря об их дальнейшей судьбе, оставляя читателю возможность и право додумывать и догадываться. Но вся обстановка побега и возвращения изображена так, что это звучит гимном радости, свету, солнцу, прославлением положительного преображения человеческой души. Подлинная победа князя Игоря. И если это так, то яснее замысел древнего поэта. Он хотел не только призвать к единству, но и рассказать о духовном прозрении. В истории Игоря он увидел и то, что мешало единению русских князей. И то, что помогало этому – раскаяние, воскресение, постижение человеческих страданий и народных нужд. Таким образом, сражение Игоря происходит и самим собой. И единственная подлинная его победа – победа над собой. Возможность такого толкования финала – огромное значение идей прозрения и покаяния для русской жизни XII века – подтверждается и ипатьевской летописью. Летописец приводит покаянные речи Игоря. Если даже он домыслил этот текст, то домыслил основан на предании, которое отражало определенную общественную потребность. Есть и еще более резкая разница. Покаяние Игоря в летописи – наиболее яркое выражение христианских убеждений летописца. Скорее всего, монаха одного из южнорусских монастырей. Отражение христианско-языческого двоеверия в летописи. Автор слова, несомненно, тоже христианин. Но в его произведении запечатлено явление, которое возникло еще во времена крещения Руси. Существовало долгие века и в некоторых формах дожило до наших дней. Христианско-языческое двоеверие. В слове очень немного мест, где видно прямое выражение христианских верований автора. Например, половцы именуются поганными, от латинского «поганус» – язычник. В описании бегства Игоря из плена говорится «Бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую». В финале изображается Игорь, который едет к Боричеву, к святой Богородице, к пирогощи, поклониться иконе, привезенной из Византии, возблагодарить за спасение Богородицу. И когда автор упоминает о христианском боге, помогающем Игорю, он тут же говорит нечто совершенно языческое, о помогающих князю птицах, о превращениях Игоря в горностая, белого гоголя, серого волка. Да и сам побег Игоря выглядит в слове исполнением языческих заклинаний Ярославны. Наконец, Игорь, вернувшийся из плена, едущий в православный храм, сопоставляется к изысконным богам древних славян и других арийских народов – солнцем. Слияние язычества и христианства в слове Во всем тексте отчетливо прослеживается неразделимое слияние язычества и христианства. Уже самые первые исследователи слова задумывались над этой особенностью. Карамзин в истории государства российского заметил, что древний поэт мог быть только светским человеком, поскольку монах не позволил бы себе говорить о богах языческих и приписывать им какую-либо силу или действие. Чтение и перечитывание слова рождают впечатление, что перед нами не двоеверие, а нечто совершенно иное. Да, здесь упоминаются рядом с христианским богом древние славянские божества – стрибок, дашьбок. Но соединение различных вирований создает в слове нечто цельное – единое поэтическое мироощущение, которому свойственно восприятие всего мира как живого. Читатели и исследователи слова давно заметили, что здесь все живое, все дышит, движется, мыслит, чувствует. Стихия жизни. С первых строк баян, творящий песнь, оказывается неотделим от мира земли, деревьев, облаков, от мира орлов, лебедей. Струны баяна живые, а его пальцы – это десять лебедей. И далее все шире растекается эта стихия жизни, ощутимая в любой детали повествования. Солнце, ветер, море, облака, ночи, рассветы, звери, деревья, травы – все здесь участвует в событиях. И вся русская земля кажется прекрасным, любимым, страдающим, живым существом. Автор видит ее словно бы с высоты поднебесной. У него, как говорит Лихачев, панорамное зрение. И одновременно так близко, что глаз трепет сверкание шлемов, ухо слышит свист стрел. Потому-то, изображая поражение, гибель, трагедию, слово дышит не смертью, а жизнью. Оптимист его порожден не только надеждой на возможность общерусского единства, но еще больше – чувством неодолимости жизни, ее мощи, цветения, торжества. Кто же автор? Из этого чувства рождается лиризм слова. Мы постоянно ощущаем авторское присутствие, постоянно слышим авторский голос, бесконечно богатый интонациями. Чтение этого произведения создает эффект прямого, непосредственного общения читателя с поэтом. Восьмивековое расстояние не исчезает, но преодоление его воспринимается, как мгновенный полет на машине времени. Личность автора, просвечивающая в каждой строке, обладает громадной притягательной силой. Неудивительно, что с момента второго рождения слова читатели и исследователи пытались узнать, кто этот гений, не оставивший своего имени, было множество догадок. В роли автора видели самого Игоря или Святослава, великого князя Киевского или кого-либо из их приближенных – воеводу, тружинника, летописца, дипломата. Недавно обнародовано интересное предположение. Автором мог быть певец, который упомянул свое имя рядом с именем Баяна на последней странице. Рек Баян и Хадына, Святославля, песнотворца. Об авторе летописи. Даже и не зная имени, мы многое можем узнать об авторе из произведения. Кем бы он ни был дипломатом, летописцем, воеводой, у какого бы князя ни служил, автор слова внутренне свободен. Он смело требует от князей согласованных действий против врагов Руси. Автор слова видит жизнь в ее сложном, противоречивом движении. Он передает, например, иносказательный спор ханов Гзака с Кончаком. О чем спор? Убить ли Владимира или породниться с ним? В мгновенно проносящихся репликах половецких ханов мы замечаем яркую образность, борьбу гнева и разума, нетерпения и дальновидности. Многогранность таланта автора слова. Вообще поражают мощь и широта сознания древнего поэта, многогранность его таланта. Он великолепный знаток языка, его устных и книжных истоков разных манер и стилей. Свою родную землю, какой она тогда была, от Дуная на западе до Волги на востоке, от Новгорода на севере до тьму таракани, нынешняя Тамань. На юге он видит всю, здесь все ему близко и ведомо. Он пристальный наблюдатель природы. Читая слово, мы оказываемся на берегах русских рек и в диком поле, встречаем рассветы и закаты. Слышим голоса птиц и зверей. Исследователи доказали точность всех календарных сведений, небесных явлений, упомянутых автором. Необычайно чуток и проницателен автор в познании человека. Ему открыты душевные движения и невысказанные помыслы его персонажей. Досконально разбирается поэт и в военном деле, в окружении, тактике, в дружинном красноречии, словно сам командовал дружиной. Слово о полку Игореве – энциклопедия сведений о Руси X-XII веков. Всего 20-25 страниц текста, а в них сокрыта подлинная сокровищница сведений о Руси X-XII веков. Но это энциклопедическое разнообразие объединено искусством. Каждая деталь имеет художественное значение, играет разными гранями, неисчерпаемо по содержанию, связано многими нитями со всем произведением. Итак, мы изучили тему «Слово о полку Игореве». Это замечательное произведение существует уже несколько веков. Два века его читают, изучают, переводят во всем мире. И эти все увеличивающиеся исторические рассеяния лишь подтверждают истину, открытую еще в античном мире. «Вита Бревис Арс Лонга» «Жизнь коротка, искусство вечно» Изречение Гиппократа, великого философа и целителя. Продолжение следует...